Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Мне задают вопросы, как закрывать ажурные узоры. У меня много отверстий, у меня много игл в заднем положении. Если я просто закрою петли, это будет некрасиво. Это поверх всего полотна будет грубая стяжка. Можно сделать проще. Для того, чтобы не было грубой стяжки, мы можем вводить иглы в работу постепенно. То есть по одной иголочке ставить, и у вас будет очень симпатичная ажура. А можно сразу одним движением выполнить расстановку игл так, чтобы у меня по верхней части образовались красивые ажуры. Разделить наши тройки на единички. И таким образом у меня получается маленький ажурчик будет поверху, и очень симпатично ляжет полотно. Можно разделить ажурчики и сразу их закрыть из нижележащей петли. Видите, я показываю вот так вот на одном полотне. Сразу покажу. Петлю из нижележащего ряда. Немного натянута, но не страшно. Это второй вариант. А иглу, которая у меня стоит рядом, мы просто ставим в переднее положение. Таким образом мы закрываем полотно более мощно, скажем так. Побыстрее. Это второй вариант. И провязываем ряд раз. Ставим иглы все вперед. И ряд два. Вот таким вот образом мы с вами закрываем, например, закрытие полотна. Дальше провязываем общий ряд. И теперь мы можем спокойно закрывать косичкой, либо любым другим каким-то интересным способом, который вам для данного изделия предназначается. Закрывайте тем способом, который вам нравится. И пускай все ваши изделия будут красивые, изящные, интересные. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. И ждем вас в нашей школе машинное вязание, где мы обучаем стримительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...